Ульяновск Патруль 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 Итак, дорогие друзья, мы переходим к нашим оценкам. Оценки мы снимаем уже на следующий день, так как на улице было чертовски холодно и нереально было снять оценки в тот же день, потому что прессу гоняли туда-сюда, мы были в рамках, как говорится, и нам было очень тяжело там было снимать и так далее. Итак, чтобы долго не разглагольствовать, перехожу к оценке организации. Организация была на достаточно хорошем уровне, учитывая, что приезжала звезда такого масштаба, но было очень много недостаток, так как Крит сразу уехал, естественно, ему безопасность 100% организовали, но через забор люди выламывались, и это очень мешало, на самом деле, съемке и всему. А полицейские не справлялись со своими обязанностями, я за организацию ставлю 3. Я, друзья мои, за организацию поставлю довольно низкий балл и единицу, сейчас объясню почему. Во-первых, потерялись дети, ну, несколько мы вот сейчас с моими друзьями перед началом ролика спорили сколько, я говорю 6, они говорят 2, но истинно, наверное, нет в этом споре. Так, еще я что хотел сказать, многие, вот у меня несколько друзей работали волонтерами на этом концерте, и одно из главных условий, которые мы обещали, это была фотография с их любимым, можно сказать, артистом, с Егором Кридом после съемки. Естественно, это оказалось большим обманом, никакой фотографии им не предоставили. Также еще, вот Артем сказал, полицейские не справлялись со своей работой, я с ним не совсем согласен, мне кажется, наоборот, полицейские справились со своей работой, потому что 12-летние девочки просто напирали, они просто старались так сломать этот забор, чтобы прорваться к Криду. Ну, в целом, я говорю, организация была на низком уровне, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, конечно, я поэтому поставил, еще раз повторю, единицу. Я за организацию хочу поставить два, так как вообще на концерт пускали людей с билетами на этот концерт, с пропусками, которые голосовали якобы, ну, даже, допустим, 18-летние старше голосовали на выборах, например, отдавали детям своим билетики, и они должны были проходить, но в конце концов уже в середине, когда уже толпа людей начинали проходить, запускали уже абсолютно всех, мне это не понравилось, то, что каждый мог зайти, как бы сказано было то, что билеты нужны для этого концерта, а пропускали всех. Вот, еще хочу сказать о том, то, что когда нам выделили место для прессы, чтобы мы снимали этот концерт, якобы, наверное, по блату зашли туда парочка какая-то, семья, можно сказать, да, с ребенком, и вот этот мужчина, наверное, муж, да, он проталкивал свою жену, своего ребенка, конечно, мы ничего не говорим против того, что это как бы он мужик, он должен это делать, но как бы у нас было выделено место для прессы, где мы должны были снимать, а он нам якобы никак не должен был вообще мешать, а вышло так, что он еще и нагрубил, и пытался что-то толкнуть нас как-то, я не знаю, нам это в общем не понравилось, но мы не стали ничего предпринимать, так как мы все-таки снимали концерт, и они пришли не за этим, так что моя оценка 2. Ну что ж, друзья, я вот согласен тут с Денисом, вряд ли вам понравятся нелькающие спины перед объективами, поэтому да, 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 он хотел, конечно, семью свою поближе к исполнителю, это, ну, наверное, не так плохо для главы семейства, но все-таки для нас это было бы большой проблемой, чтобы вам лучшее качество съемки предподнести. Дело просто еще в том, что нам как бы дали специальную специальную аккредитацию прессы, которая нам позволяла там снимать, у нас было свое место, вот, когда он начал хамить меня и говорить то, что вот пресса туда-сюда, у нас была такая небольшая славястная перепалка, ну, в общем, в принципе, все закончилось нормально, но мне это чертовски не понравилось, потому что, ну, а кто эти дети, допустим, ну, хорошо, продвинули, продвинули, я ничего против не имею, ну, давайте хотя бы не мешать работать другим, вот и все. Ну, да, да, да. Толерантно хотя бы относиться к тем, кто находится рядом с тобой. Да, всегда, друзья мои, надо уважать интересы остальных, мы, я хочу сказать, что Артем большой молодец, в этой ситуации вышел он без всякого конфликта, то есть, этому человеку он нисколько не нагрубил, хотя он сказал очень хамовато и буквально хотел начать разборки, вот, не только словесные я могу вам сказать. Итак, друзья, переходим, наверное, к таким уже оценкам, которые, я думаю, бесспорные будут для коллег-экспертов, потому что расположение, расположение данного концерта безусловно 5, центральная площадь города Ульянска, толпы народа, нескончаемое количество человек, здесь 5, просто без вопросов. Артем, я хотел тебе такой вопрос задать, вот, прямо в рамках ролика, ты не знаешь, вот, некий Бублик, он в аквамоле выступал, он пел под открытым небом или внутри прямо самого аквамола? Я не знаю. По-моему, внутри, поэтому я поставлю 4,5, поскольку было очень холодно и было под открытым небом, я понимаю, что это уже, возможно, похоже даже на придирку какую-то, но действительно, дорогие друзья, стоять было бы, ну, прямо-то очень холодно, поэтому, возможно, и народу было поменьше толповочки, если бы где-то были, например, в Волго-спорт-арене, то есть под закрытым, в закрытом помещении где-то... Там бы не было столько народу. Вот я тоже хотел это сказать. Ну, это мое мнение, я ставлю 4,5, вот 4,5. Да, я считаю это, конечно, твоей придиркой, потому что многие хотели попасть на концерт Егора Крида и нигде бы не уместилось столько народу, как на центральной площади, на площади Ленина, вот. Я хочу поставить оценочку, наверное, 5. Это был, этот концерт находился и проводился в центре города, куда, можно сказать, все люди могли добраться спокойно, все знали, где это находится, не то, что вот у нас происходило с концертом Патронного завода. Мы не знали, мы потерялись тогда. И даже я ничего лишнего, ни за, ни против, я не скажу. Мне понравилось, понравилось расположение это. Я ставлю 5. Ну, а сейчас, друзья, я возьму интервью Николая Стравинского, более известного как Селфи-мен. А как вам атмосфера в Ульяновске? Да все отлично, все отлично. Я всегда всему рад. А вы успели посмотреть город? Да мы приехали буквально пару часов назад. Вот, и сразу сюда, собственно. А как вам организация данного концерта? Все прекрасно, все прекрасно, отличный звук. Не знаю, у меня никаких нет ни возражений, ни претензий, ни пожеланий, все было клево. Вы еще хотите приехать к нам в Ульяновск? Я за любой кипиш, абсолютно. Если привезут, я только за. Итак, друзья, следующая оценка, это посещаемость. Ну, здесь опять бесспорно, я даже говорить об этом не буду. Куча народа, 5, безусловно. Ну, давайте, 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 посещаемость. Ну, пусть, да, тоже пятерка. Ну, много, действительно, много было народа. Еще я хотел сказать, даже такое количество народа было, при том, что был, хотя условный, но был билет необходим для парохода. Поэтому, да, я сначала хотел поставить 4,5, но сейчас поставлю 5, поскольку даже при наличии билета, в качестве пропускной какой-то системы, все равно 5 человек, ой, все равно много человек пришло, поэтому 5. Народу действительно нескончаемое множество. Я хочу добавить нотку иронии сюда. Как я уже говорил, что туда пускали без билетов, я, конечно, против всей этой суеты, но все же я был рад увидеть столько народа, то, что весь Ульяновск собрался, наконец-то, всегда, ой, все вместе. Не надо мне этих делать здесь, пожалуйста. И поэтому я рад, что столько народа увидел, многих знакомых встретил, поэтому 5, и это бесспорная оценка. Если вы готовы, поднимите вашу руку в глазах! Запомни и запиши. История нашей любви, Эти ноты души Мы летят где-то там, где я, Там, где ты Красная любовь, Мы летят где-то там, где я, Там, где ты Эти ноты души Видео нашего эстория наша любви, О-о-о-о-о, Там, где я, Там, где ты ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы готовы перейти к качеству этого концерта, оценим качество. Итак, качество. С одной стороны, Крит выступил довольно хорошо и разогрев был неплохой. Но были такие моменты, когда сцена была пуста и не приходило ничего на сцене и вообще было довольно скучно. Но Крит, я считаю, выступил отлично и поднял качество концерта на более высокую планку. 4,5% моя оценка. Ну, я считаю, что Артем довольно завысил эту оценку. Снимаемый в тот же день Крит. Закончил очень здорово на такой большом эмоциональном подъеме. Я тогда поставил, наверное, 4. Сейчас я ставлю, мои дорогие друзья, 3,5%. Сейчас объясню, почему. Крит опоздал. Это всем было понятно. Опоздал он вроде на 25 минут, насколько я знаю. Еще что я хочу сказать. Большой хочу я респект выразить ведущему, но думаю, друзья мои, не буду спорить, что он очень старался прорастянуть вот это время, которое было вмещено в опоздание Крит. Также Егор молодец в плане того, что он попал очень в свою аудиторию. Сказать, чтобы они приносили домой только пятерки в школе. Чтобы ваши родители радовались каждый раз. И самое главное, чтобы учителям вам давали эти пятерки. Это были маленькие, ну вот, слово лезет, но так и нельзя в нашем выпуск говорить. Непаловозрелые девочки, короче, вот что я хочу сказать. И он вошел с ним в некое состояние эмоциональной гармонии. Вот в литературе этот термин называется катарсис, вот я его сейчас хочу применить. То есть все было здорово, он попал в свою аудиторию, в этом он молодец, 3,5%. Я хочу поставить оценочку 3. Мне не особо понравился концерт тем, что не было ясно, как бы все запутались в этом, был ли это настоящий Егор Крид, был ли это не настоящий, или был не настоящий Егор Крид. Также была у него фанера. Этим он спалился сам, можно сказать, то, что он перестал петь. Конечно, певцы такого уровня должны петь под фанеру, потому что якобы им нельзя тратить там свои связки рвать и все такое прочее. Но песни, песни тоже были не все хитовые. Вот что я хочу сказать, лучше бы он пропел все хитовые песни, а остальные, может, там одну, две оставил на потом. А то непонятно все получалось с этим концертом. Вот, так что, в общем, я ставлю оценочку 3 за него. Менты, когда ты ее, думая, коп, ты еще, потом еще, еще и уже потерян счет. Все эти любовные письма внутри сети, когда сидишь и обновляешь страницу другого, поглощая алкоголь, все смягчает никотин. Ты не один, ведь это там вторая половина, которая увидела тебя в лицо. Пишут то, что любят тебя, как никого другого. Объясните мне, люди, что это за прикол, если такую херню теперь называют любовью. Все эти статусы, ESP и прочее. Альбом с названием «Люблю» называют заботой. Ты вспомни, когда в последний раз дарил цветы. Слово «Люблю» потеряла свой смысл. Хочешь, докажи. Все люди тут со мной качаются. Мне нравится, так нравится, когда Ульяна с песней улыбается. Мне нравится, так нравится, когда мы вместе здесь согреваемся. Я с тобой, я с тобой, я с тобой, ты и я. С пятницы по понедельнике с тобой. Поздельник и без денег, но зато я твой. Тебе я обещаю это временно. Хочу, чтобы ты во мне была уверена. Только повезло, моя невеста, Ты моя невеста, мне интересно. Ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла. Пожалуйста, ты моя невеста, Ты моя невеста, ты моя невеста. Разве тыанный вышел честно, или нет-то я случ tão честно. Я с тобой, это повезло, маа-ла-ла. Ты моя невеста, ты моя невеста, Мне интересно. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Эй, я говорю Егор, вы говорите крик. Егор, Егор. Я говорю Егор, вы говорите крик. Егор, Егор. Итак, друзья, последняя наша оценка Это доступность данного концерта Здесь, безусловно, и пять Потому что этот концерт проходил с помощью выборов И все, кто хотел голосовать, все там были То есть пять, безусловно, бесплатный концерт Егор Крит, все прекрасно А давайте я буду вот такой вот мгазью И поставлю четыре с половиной Поскольку, если вы маленький, бедный, обиженный жизнью Ребенок-сирота, семнадцати лет Егор Крит у вас, вот его имя на лопатки набито Вы так хотели пойти на его концерт Но у вас нет ни родителей, ни друзей совершеннолетних Ключевое слово, ребенок-сирота Вы не могли-то на лопатки Вы не могли попасть, короче Не все могли на концерт попасть Ладно Ребята, спор у нас затянулся немножко Я ставлю за доступность пять Все было на высоте, все было на уровне Хоть и проходили все, кто хочет Но так и надо Все-таки звезда такого уровня приехала к нам Все хотели бы на него посмотреть И все посмотрели пять Пять, точнее, безусловно Понимаешь, что я не люблю Просыпаться рано утром Для меня бывают думы Эти первые альтеры Ты просто Так не хочешь заставать Дай мне пять минут Ты буди, 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 буди На учебу, буди, буди, буди И тебе пора идти Ты буди, буди, буди Пока трудят, ты буди На работу не вези Зачем тебя и заводи Ты буди, 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 буди Пока хочешь не буди На учебу не вези И тебе пора идти Все вместе Меня манили ее губы Я ее встретил весами Меня манили ее руки Ваши руки в воздух Давай, Раде О, боже, мама, мама Я схожу с ума Ее улыбка, мама О, боже, мама, мама Пьяный, без вина Ее улыбка, ульяна, самая Мама, мама, пьяный, без вина Ее улыбка, мама, самая, самая Дайте шума, маша, банга Дайте шума, кат Тебе родим, тебе родим Итак, друзья, с вами был Ульяновск Патруль Смотрите нас на информационном портале Ульяновская правда Смотрите нас, конечно, в группе Ульяновск Новости и в нашей группе Ульяновск Патруль И помните, друзья, дальше жестче ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ